В минувшую пятницу состоялась очередная сессия Совета депутатов Кашхабльского района. Вел ее председатель Совета Александр Брянцев. Кроме депутатов, участие в работе приняли глава района Заурха Мирзов, заместители главы района, в режиме ВКС участвовали главы сельских поселений. Повестка была очень насыщенной и объемной. В ходе сессии депутаты заслушали и приняли решения по ряду актуальных для нашего района вопросов. Первым народные избранники рассмотрели и утвердили список кандидатов для занесения на доску почета. Далее они заслушали отчет начальника управления финансов Аслана Дагужеева об исполнении бюджета района за 9 месяцев текущего года. Настоящим проектом решения предлагается утвердить исполнение местного бюджета за 9 месяцев текущего года по доходам суммы 531 263 474 085 копеек. По расходам суммы 529 654 564 063 копеек. С превышением доходов до доходов на сумму 1 608 910 рублей 22 копеек. Отчет об исполнении за 9 месяцев текущего года, утвержденный главой муниципального образования Кашхабрский район, был соответственно направлен в Совет народных депутатов. И включая в себя 4 приложения по доходам за 9 месяцев, по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджета, по расходам по ведомственной структуре расходов, и информация о расходовании средств резервного фонда за 9 месяцев, из которой видно, что средства резервного фонда за текущий период года не расходовались. Несколько слов, собственно, об исполнении. Что касается доходов, при годовом плане по концентрированному бюджету, имевшее место на 1 октября, равном 155 млн 65 тысяч рублей, исполнение составило 130 млн 164,3, это 83,6% годового плана. В том числе районный бюджет, на тот момент еще пары показателей были равны первоначальному бюджету, то есть 94 млн 981,5 тысяч рублей. Исполнение уже тогда превысило годовой плановый показатель на 0,4% и составило 95,3 млн. В настоящее время годовой план уточнен уже в сторону увеличения, довольно-таки значительного. По бюджетам поселений при годовом плане 60 млн 683,5 тысяч рублей, исполнение составило 34 млн 846,5 или 57,4% годового плана. В сравнении с прошлым годом, поступления по концентрированному бюджету составили 130,3% уровню прошлого года за 9 месяцев, это означает, что поступило на 31 млн больше, чем в прошлом году. В том числе район 142,4% на 28,4 млн больше и поселение 108,3% на 2,7 млн больше, чем в прошлом году. Заместитель главы района по строительству архитектуре и ЖКХ Евгений Глазунов довел до сведения депутатов информацию о реализации программы комплексной развития сельских территорий в Кашхабльском районе. Представляем вам информацию о реализации в 2022 году на территории Кашхабльского района программы Министерства сельского хозяйства комплексного развития сельских территорий. В 2022 году наша заявка от Кашхабльского района была одобрена и принята. Мы планируем, по этой программе запланировано к реализации 8 объектов. Я их перечислю и мы вам покажем их на экране. Первый, это у нас газификация окутера Красный Фарс Кашхабльского района. Это единственный населенный пункт в Кашхабльском районе, который еще на данный момент не газифицирован. Надеемся, в 2022 году мы эту проблему устраним. И таким образом показатель газификации Кашхабльского района составит 100%. На эти цели предусмотрены средства в районе 4,5 миллионов рублей. Следующий объект – это строительство спортивного зала в казенах Ужорки на территории школы. На территории школы там отсутствует вообще какой-либо спортзал. Поэтому там была необходимость, она уже давно назрела. Мы создали этот проект совместно с управлением образования. Он включает в себя благоустройство, полное оснащение, ну и все современные необходимые оборудования для проведения детского спорта. На эти цели уделяются средства в размере 23 миллионов 681 тысяч рублей. Следующий объект – это строительство спортивного зала в ауле Игурухай. Это так называемый, можно сказать, мини-фок. Это наподобие фока, который был построен в ауле Кашхабль. Этот чуть меньше. Таких мини-фоков запроектировали два. И они у нас в этой программе есть. Это Игурухай и Селевольная. Они у нас однотипные. Это будет типовой проект. Также он прошел госэкспертизу. Также в нем предусматривается. Мы этот проект отрабатывали вместе с управлением спорта Кашхабльского района. Там предусматривается в этом фоке большой универсальный зал для возможности занятия различными видами спорта. То есть там не какой-то специализированный. Его можно менять, добавлять необходимое оборудование и проводить всевозможные мероприятия. Также предусмотрен крыло второго этажа для атлетических занятий спортом и в том числе и тренажерного зала. Следующий объект, как я и говорил, это то же самое в селе Вольное. Следующий объект у нас строительство врачебной амбулатории, также в селе Вольное. Следующий у нас объект, это строительство сельского дома культуры на 200 мест поселке Майский. И там же будет у нас строительство амбулатории. Точно такой же, это тоже по типовому проекту, как мы и запланировали на Вольное. Планируется все эти объекты уже закончить к концу 2022 года. И один из еще у нас объект, это строительство нового ветеринарного участка у Воли Кашихабы. Это как раз таки на том месте, где сейчас у нас уже находится ветеринарная служба. Предусматривается снос здания существующего и строительство нового современного здания, также с оборудованием. Это есть тоже такая же необходимость. У нас все-таки район очень много животноводческих, и ферм, и хозяйств. И это уже давно назревало. И хорошо, что мы в этой программе участвуем и сможем это реализовать. Также дополнительно у нас в следующем году, программа КРСТ, но есть там подпрограмма, это развитие дорожной сети. Мы в следующем году будем реконструировать две дороги. Реконструкция автомобильной дороги по улице Савмена-Болокова в Лечеб-Сине. Общая протяженность 1200 метров, больше километра. И реконструкция подвездной дороги к школе в Которе-Кармалино-Гидроиском. Там больше полутора километра, там почти 600 метров. У нас, так как мы проектировали, всегда под ключ, там будет также осуществлено, помимо устройства асфальтобетонного покрытия, разметки и знаков, там также будут предусмотрены уличные освещения, современные светодиодные. Планируется потратить, точнее, планируется освоить в общей сложности 310 миллионов практически на эти вещи. Это очень большая сумма, большой грант, большая программа. То есть 22-й год у нас будет весьма активный, надо будет все для этого делать. И здесь хотелось бы остановиться, что участие в этой программе стало на самом деле возможным благодаря вне бюджету. Вне бюджета у нас, конечно, как и сами объекты, весьма серьезные. Это порядка 6 миллионов 161 тысячи рублей. Но в том числе, именно вне бюджета и стало возможно участие в этой программе и заявку, которую мы подали, нам, собственно, по этой теме и одобрили. В ходе сессии также был рассмотрен вопрос о внесении изменений в постановление Совета народных депутатов от 16 июня 2006 года о перечне категории граждан, которым могут предоставляться служебные помещения в муниципальном жилищном фонде. По данной теме выступила заместитель главы района по экономике и социальным вопросам Марета Тугланова. Проект муниципальной программы поддержки медицинских работников врачей муниципального образования Кашкабрский район, целью которого является привлечение медицинских работников по тем направлениям медицинской деятельности, в которых остро нуждается больница. Их поддержка в форме предоставления служебного жилищного помещения, которое они смогут приватизировать по истечении 5 лет работы в Кашкабрской районной больнице. Ожидаемым результатом реализации данной программы является увеличение количества медицинских работников муниципального образования Кашкабрский район, а также снижение дефицита кадров квалифицированных медицинских работников Кашкабрской районной больницы. В связи с вышеперечисленным и в целях реализации дополнительных мер социальной поддержки медицинских работников, предлагаем включить данную категорию в перечень граждан, которые могут предоставляться в служебное жилое помещение муниципального жилищного фонда муниципального образования Кашкабрский район. Сессия прошла плодотворно. По всем вопросам повестки дня депутаты приняли решение.